И всем привет, ребят, с вами Стройбан, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору обновленного Страйкера. Сегодня мы протестируем сразу две комбинации, два разных устройства. Страйкер у нас занерфили, занерфили скорость полета самой ракеты и посмотрим, насколько сильно это все дело повлияло на эту пушку в рамках видеоролика. Вчера на стриме я уже тестировал Страйкер, но стрим это стрим, а у нас сегодня полноценный обзор в данном видосе. Возьмем сегодня две разных комбинации. Одна комбинация, на которой я играл исключительно с устройством обездвиживающей боеголовки. Берем ее и берем корпус паладин. По дрону у нас ловкач, ничего здесь менять не будем. Та самая дефолтная стандартная комбинация, с которой я играл в режимах CTF, в режиме регби. И у меня получалось давать очень хороший результатик. Плюс за счет стана можно было ловить тайминги, отключать очень грамотно овердрайвы противнику. Ну а вторая комбинация у нас будет Хоре Страйкер с дистанционным подрывом и дроном бустер. Но это уже будет следующая катка, поэтому пока что мы тестируем паладина Страйкера. По режиму давайте возьмем сразу дефолтный захват флага. Ну и посмотрим, насколько сильно изменилась механика Страйкера с этим устройством. Я, как уже сказал вчера тестировал, могу сразу сказать, что на этом устройстве, как на охотнике, так же как и на боевых боеголовках, или как-то так называется, боеголовки какие-то там, да, называются устройства. Бронебойные боеголовки, вот. Очень сильно чувствуется этот нерв и чувствуется, насколько медленнее стали лететь эти ракеты. Но все равно, если, ну так, углубиться, да, если вы стреляете со средней дистанции, и эта дистанция не карта бойня от одного угла до другого угла, то сильно ощущать разницу полета своей ракеты вы не будете. Да, если дистанция будет большая, то там, да, есть моменты, когда уже чувствуется, когда уже, ну, немножко неприятно там накидывать по оппоненту, да, и, ну, я бы уже бы там, например, в какой-то ситуации там уже бы задумывался, блин, что реально, настолько медленнее, настолько медленнее страйкер. Ну, а так, в общем и целом, да, на тех устройствах, которые свойственны охотнику, ощущается посерьезнее, а что касаемо дистанционного подрыва, то там ситуация немножечко другая. Но пока что у нас только обездвиживающие боеголовочки, и будем стараться выигрывать сейчас эту катку, при том, что мы запикались уже в проигрывающую тиму, которая летит уже 3-1. У всех противников уже есть овердрайвы, они тут их вжимают только в путь. Я пока что еще своего овердрайва не имею, это, конечно же, минус, но будем стараться сейчас накапливать этот овердрайв и стараться камбэкать эту катку. Теперь вот, видите, в такой ситуации уже со сводкой попасть крайне тяжело стало. И реализовать такую ситуацию не так просто, не так просто с этим замечательным устройством. И даже, знаете, что я бы вам сказал? То, что вот с этими одиночными сводками как-то ощущается этот страйкер по-другому, нежели как с дистанционным подрывом. Да, то есть здесь как-то эта задержка, она сильнее как будто. Как будто сильнее, реально. Вот как будто сильнее. Когда ты вот стреляешь, кажется, что... Ну, тебя как-то занерфило даже. Как-то занерфило. Как будто у тебя даже там в моменте урона меньше. Да? А с дистанционным подрывом... Я не знаю, я себя максимально комфортно чувствовал вчера. Посмотрим, что будет сейчас в рамках видеоролика. Ну, вчера, блин, мне было вообще по кайфу. Да, как бы, ну, для игрока, который играет очень много на страйкере, то разница, конечно, все равно ощутима, да? Но для тех ребят, которые, например, вообще не играют, вообще от слова совсем не играют на страйкере, либо играют на нем мало, я думаю, что они даже вообще разницы не почувствуют. Как будто ничего и не произошло. Так, ну, пока... Пока что у нас по катке все печально. 2-5 мы летим. 2-5 летим. И все идет к тому, что это будет вообще досрочная каточка. С одной стороны, это может быть даже и неплохо. Так, ну, вот сейчас этой сводочкой, конечно, я хорошо все сделал. Еще вы видели, что я тушанул там овердрайв паладину. Надеюсь, что меня сейчас тоже тут не схавают. Ай, успели меня слить. Надеюсь, что наш тиммейт хотя бы доставит. Если доставит, то будет бомба. Доставит? Да, супер. Так, камбэкаем, пробуем. Овердрайв у меня есть. Прожимаем сходу. Стараемся сливать. Не знаю, что там мины были, кстати. Наверное, вот этого молодого человека были мины. А, опять я засмотрелся за этим овердрайвом. Забыл вовремя прожать аптечку. Это вот моя самая главная беда, когда я играю на страйкере на паладине. Это то, что я очень сильно забываю о том, что у меня там есть аптечка, которую надо прожать. Перестаю просто смотреть за своим количеством хп. Как-то машинально это происходит. Забываешься. Так, ну противник пытается пока что тут бороться. Сэвить. Сэвить. Немножечко. Там, я так понимаю, возить собирается только один молодой человек. Вот этот вот. Один молодой человек. Хоре. Хоре. Ой, хоре, говорю. Хопера. Хопера и Зидой. Блин, блин, блин. Ай, можно было тиммейта подстраховать, что я засмотрелся. Можно было страховочку оформить. Ну, тут еще типа какие-то деферные попались. Дефят прям очень сильно. И вчера мне, кстати, еще писали по поводу урана. То, что уран по ощущениям вообще бомбический. Просто бомбический. Я его не тестировал. 7.20 у нас овердрайв. Попытаемся давайте следующий овердрайв законтролить. Я вообще на нем уже давно не играл. И если вам интересно, мы можем в рамках видоса записать по игровой тематике его. И потестить этот уранчик. Если не интересно, то, наверное, мы к нему возвращаться не будем. Потому что я очень сильно привык к дистанционному подрыву. И даже при том раскладе, что урон большой на уране, мне будет максимально некомфортно на нем играть. Потому что зачастую я уже не стреляю в противника, а стреляю рядом с ним. А на уране у вас нет возможности дабл клик нажать и подорвать ракету в нужном месте. Да, ну вернее не дабл клик, а просто дополнительный клик, дабы подорвать ракету в нужном месте. Так, овердрайв будет 7.20. Опер пытается здесь увозить, но его уже начали контрить мои тиммейты. И это очень хорошо, что есть уже неплохая работа от наших сокомандников. Но у меня уже овердрайв появляется. По паладину, кстати, я думаю, что мы отдельный вообще видос запишем. По поводу его нерфа. Здесь я, наверное, по этому поводу ничего говорить не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо сейчас было. Ну ладно, сейчас через 30 секунд кэшбэк будет. Кэшбэковый овердрайв будет. Ой-ой-ой-ой, у нас увозят. У нас увозят. Беда. Беда, беда, беда. Порош. Красавчик. Сейчас бы бомбочку какую-нибудь тушанули бы имейты. Было бы вообще классно. Блин, меня слили. Надеюсь, я воспеваю. Овердрайв уже падает. Овердрайв уже летит. Летит, 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 летит. Пока никто не выезжает. Лично. Нет-нет-нет, только не ты. Только не ты. Ну боже ты мой. Ну зачем вы на своих воспах летите за моим овердрайвом, который вам по сути вообще не нужен. Команда деферов каких-то жестких попалась. Просто стоят. Дефят. И еще один овердрайв. Тому же самому молодому человеку. О, даже уже тиммейт у нас пишет. Малыши, зачем вы овердрайв забираете? Не понятно мне тоже. Зачем они его забирают? Второй раз уже отключаю одному и тому же паладину расходку. Вернее, не расходку, а овердрайв. Ничему ему в жизни учит. Не получилось у него понять, как ему действовать против моего замечательного страйкера. Но это хорошо, что он не понял, что ему нужно сделать, чтобы не попасть еще раз под этот жесткий обстрельчик. И отключение его овердрайва только на прожатии. Но овердрайв у меня будет только через сколько получается? 6.20 овердрайв будет падать через минуту. Да, вроде как. Если я не ошибаюсь, ничего себе. Свои овердрайвы прожимают. Это сильно. Это сильно. А еще и активировала. Викусик. Свой овердрайв интересно активировала или нет? Интересно активировала или нет? Овердрайв будет через 30 секунд. Наверное, лучше сейчас в циве тут постоять. Дождаться овера. Забайтить может быть даже мамонта на прожатии. Будет неплохо. Да. Отлично. Мамонта овера не осталось. У паладина овердрайв будет очень долго копиться. У титана есть овердрайв, который можно сейчас убрать с радара. Берем его с радара. Ну, немножко не убрал. Оп. Зато паладина овердрайв. Ой, паладина хопера овердрайв убрали. У меня будет хп. Давайте прожимаем. Пикуся тут пытается. Тянуть. Тянуть, тянуть, тянуть. И еще раз тянуть. Пробуем увозить. Птички у меня нету. Тиммейт лечит. Камбэчная. Камбэчная заезжает. 5-5. Хорошая. Блин, ну хороший. Такой бы попался. Противник прям. Старается. Дефит. Старается потечь. Что-то дефит. Но мы уже сравняли. Осталось только выиграть теперь. Овердрайв прожмет. Прожимает. А, у него иммунитет, да? Да, у него иммунитет от оглушения. А то я чуть не понял, почему овердрайв не слетел. По идее шар тоже контрится. Все контрится. Так, отлично. Мои тиммейты работают как часы. Так, и у нас сейчас будет еще последний овердрайв через минуту. Вроде как. Вроде как через минуту у нас будет еще один овердрайв. Который нам обязательно нужно взять. Пытаемся увести. Пока что. Опа, страйкер такой же, как у меня. Одел молодой человек с оглушением. Так, но нам нужно подобрать овер. Законтрить сейчас вот этого паладина. Ой, паладина хопера. Законтрить хопера. Забрать овер. И постараться увести. Ластовый флажочек. Колье может быть даже. Страйкера. Нет. Пока что сливом не пахнет. Но без аптечки я его точно оставил. Команда у меня начала дефить. Овердрайв падает. И я на максимальном фокусе. Опер попытается увести. Так, мне вообще желательно задефать базу и слиться. И только с респа прожимать овердрайв. Но там уже тоже мины. Я не знаю, что я сейчас буду делать и как я буду это контрить. Много противника сейчас дефит. У нас нормально. Да, ну все, надо заходить в атаку. Надеюсь, что Вику сейчас мне поможет. Мы сейчас развалим. По красоте. Давайте я ее постараюсь подержать. Мамонта слить надо обязательно. Да. Хорошо, сосуля мимо. Увозим. Увозим. Страховочку. Страховочку, страховочку, страховочку. У нас тоже увозят. Наши вернули. Блин, вот это команда у меня в матчмейкинге. Тише, 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 тише. Давай, 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 давай. Страховочку. 28 секунд. Ох, я еще мне прилетела. Отлично. Ну и все, 20 секунд. Аккуратненького дефа. И у нас первая камбэчная суперкатка получается. Вообще бомбическое. Бой вообще супер. С 1-3 камбэкали. Против команды, которая пул дефила. Всю катку практически. Отлично. Что я могу сказать? Супер, супер, супер бой. Супер бой на видос. Отлично. Первая катка есть. Выиграли. По страйкеру, в принципе, я все сказал. На нем все так же можно играть. Все так же можно играть. Да. Скорость помедленнее. Ощутимо. Ощущаемость есть. А вот что сейчас у нас будет с дистанционным подрывом ракет. Да с бустером. Я думаю, что давайте мы, наверное, пикнем в ТДМочку. Дабы у нас была досрочка. И чтобы у нас сейчас, ну, хотя бы, хотя бы за минут 8-10 закончился данный бой. По дистанционке скажу так. Так, я вообще не почувствовал никаких изменений. Просто от слова совсем не почувствовал никаких изменений. Да, в очередной раз есть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть разницы. Да, то есть там чуть-чуть медленнее она летит. Но, если смотреть ту теорию, которая была, да, что было у нас написано в анонсе, да, то там написано было прям, ну, какая-то жуть. Прям страшно было мне за страйкер. Я думал, что все, габелла. Страйкер занерфили конкретно. А вчера зашел, цик-цик, одел. Да, чуть помедленнее летит. Но она не чувствуется. Она не чувствуется, да. То есть, ну, ты вот, ты даешь ракету, да. Она, вроде как, и так же четко, красиво, плавненько летит. И с харечком у меня вчера тоже получилось, вроде как, за одну катку даже полторы тысячи набить. То есть, ну, результат был реально достойный. Реально хороший. Поэтому пробуем. Накидываем. И стараемся выиграть данный бой досрочно. Так, если сейчас надо будет, то поменяем иммунитет. У меня иммунитет от подавления стоит. Что там против по устройствам? Пробитие. Смока. Вот это вот замечательное. С чем? С эми. Пробитие и эми против есть. Ну, не знаю. Может быть, даже сейчас и не будем переодеваться. Если будет прям жесткая необходимость. Если у меня будет контрить, то может переоденемся. А то у нас 9 минут в бою переодевалка. Что-то как-то не особо, говорю, желанием потерять переодевалку впустую. И потом весь бой играть на одном и том же вооружении. И уже без возможности его смены. Да, то есть, так может быть, хоть потом устройство какое-нибудь другое на корпус пригодится. Я его потом хотя бы смогу сменить. А так даже сменить не смогу. Потому лучше я оставлю. Так, ну и стараемся сначала акцентировать свое внимание больше на танки легкие. Да. Фокус в первую очередь даем по ним. Дабы у нас отрыв пошел по киллам. А то что-то как-то досрочкой тут пока что даже и не пахнет. У нас 12 киллов за 2 минуты. Это похоже на то, что я сейчас буду играть 15-минутную катку. Также хотелось бы очень грамотно реализовать овердрайв. Ну, хотя бы постараться его грамотно реализовать. У нас падает овердрайв на центре. Который походу уже уходит противнику. Так, я вижу в спине у себя пару противников. Одного сливаем здесь. Второму накидочку хотел хорошую дать, но не попал. Ну и здесь еще 3 страйкера с критом дополнительных выдал. Уничтожить диктатора будет вообще супер. Тиммейты помогают. При рейсе противников прожимает тоже овердрайв. Так, не открываемся. Аккуратно пикаем. Наносив урон с дистанционной. Не открываясь под его прострельчик. Так, на счет у меня 9-4. В принципе, в этом бою, наверное, можно постараться дать какую-нибудь 50-ку. Я думаю, что 50-ка для такого боя будет хороший результат. Но пока я на 50-ку не иду. Пока что я на 50-ку, к сожалению, не иду. Резисты от страйкера начинают появляться. Уже 3 реза есть. Не сказать, конечно, что резисты сильно бьют по страйкеру. Если вы на нем четко попадаете, четко все делаете, то особо сильно не чувствуется. Где-то уже даже тороплюсь с кликом. Из-за того, что в последнее время стал поменьше играть на страйкере. А страйкер с дистанционным подрывом требует постоянной практики. Дабы вы четко выдавали каждый выстрел. Чтобы ты чувствовал каждый миллиметр своего выстрела. Ну и за счет этого, конечно, зарабатывал большее количество очков. Как и на большем количестве вооружений в нашей замечательной игре. Так, пока я балаболю, мы уже начинаем проигрывать. Я, конечно, сконцентрирован. Но... Но что-то как-то у нас вот так вот не совсем круто. Что происходит. Овердрайв забрал, харька минусанул. Делетится, минус скилл. Что у нас по команде? 5-5-4-7-3-5-3-10. Я понял. А, ну тогда, в принципе, я, наверное, не удивлен. Что у нас такая ситуевина? Блин, я не открылся под всех. Не открылся под всех. Неграмотный овердрайв прожал. Но овердрайв копится на харьке довольно быстро. Сейчас есть возможность еще кэшбэка. Подбора овердрайв с центра. Поэтому, ладно, сильно расстраиваться по этому поводу не будем. Но вы видите, да? Вулкан, говорили, занерфили, да? Крит увеличили, так. Карастрельность под нерфили. Что творит он? Просто стоят, респит. Просто стоят, респит нас без шансов. Просто без шансов. Ну и даже в ТДМ-ке, видите, что от команды тоже что-то зависит. Если начинают респить вашу тиму, то и вам самим становится намного тяжелее играть в бою. Я, конечно, стараюсь свои киллы давать, но уже чувствую, что тяжело. Тяжело. Когда тебя начинают сразу два вулкана, кошмарить еще эти вулканы с резистом. А, один средом, второй нет. Ну ладно, три резиста еще не так больно. Не так больно, это играбельно. Три не шесть, как говорится. Играть можно. Пробуем, пробуем, пробуем. Вроде как отрыв начинаем сокращать. Но счет моих тиммейтов, конечно, не такой жесткий. У одного только положительное ОП. Он молодец, старается. Блин. Ты где чел, даже. Знает, когда ему аптеку четко поражает, даже после крита. Еще и овер на центре. И я провтыкал. Сильные какие-то типы против играют, что я могу сказать. По расходке грамотно пользуются ею. Ну и резисты. Подбор резов тоже. Даже вот этого дикострайкера очень неплохой. Чем он играет? С прорезикой. Интересный выбор. Интересное устройство. Знаю я такое. Знаю. Так, но мы не отчаиваемся. Пробуем, пробуем, пробуем. В таких боях всегда надо верить в камбэк. И верить в то, что... Может зайти какой-нибудь неплохой тиммейт. Ну, конечно, не с четыремя тысячами ГС. А побольше, конечно, ГС. У нас получится камбэкнуть. Каточку. Главное, чтобы вы... Старались давать максимальный результат. Максимальный. Вот, вот. Что вам позволяет? Выбирать вооружение. И вообще, ни секунды не думать о ваших там тиммейтах. Да, то, что там у вас там что-то не получается. Просто следите за своей игрой. И старайтесь выдать максимум. Максимум. Быть может, катки у нас 15-минутные. Быть может, сейчас выйдет один тиммейт. Зайдет более сильный тиммейт. И у нас все получится. И у нас все четко будет в этом бою. И мы сумеем камбэкнуть. По крайней мере, в это надо всегда верить. И не опускать руки. Так. 52 точки. Ой, точки, говорю. 52 килограмма. Противника 66. И уже отрыв. Скоро в 15. Будем, да? Титана купол. Было бы неплохо, если бы он сейчас пропал. Отлично. Накидочку. Хорошу угол. Жестко долг. Отлично. Троих за респелем. Овердрайв на центре. Вот сейчас бы Титан прожал бы купол. Прожми, брат. Я верю, что ты знаешь, что тебе надо его поражать. Прожми, 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 please. Ладно. Купол Титан. Надеюсь, что он читает чат и сейчас его нажмет. По крайней мере, хотя бы где-то в моменте нажмет. Стараемся быстро прожать овердрайв, реализовать. Ой-ой-ой-ой. Еще один противник отдела резиста трайкера. Наферес. У него еще и броник. Офигеть. Уже больно, конечно. Я уже ничего не могу сказать. Это больно. Тут хоть пушку меняй. Когда такая ситуация происходит. Небольшой пролаг. Еще и первый выстрел без урона. Залетел. Пытается свести с Титан. Ну, свелся. Неплохо накидал. Смока. Смока, кстати, вот тут бы, может быть, даже интересно пошла бы. Вместо четырех резов от страйкера. Но! В рамках видоса мы, конечно же, не переодеваемся. Мы остаемся на этом же самом вооружении и стараемся продолжать при том, что это наш любимейший страйкер. Ушел от выстрела. Мину словил. Красиво. И слили его. Хорошо. Пожертвовал, конечно, своим тиммейтом. Титан до сих пор катается с куполом. Как вы думаете, проживет он хоть один купол за этот бой или нет? Я вот почему-то думаю, что, опа, пытался. Пытался, но не пошло. И, походу, весь процент его улетел, да? Скорее всего, да. Скорее всего, весь процент его улетел. Так, мне нужно найти двух противников, у которых нет реза. Вот этот один. А кто второй? А, второй вижу. Хорошо. Значит, по ним надо больший акцент давать. Большую накидку урона по этим двум молодым людям. Можно вообще попробовать засейвиться на вражеском спауне. Попробовать отсюда покидать. Может, пойдет. Может быть, пойдет у меня. Блин, слили. 27 килов. 5 минут. Офигеть, как-то быстро у нас катка летит. Вот, я как-то зациклился очень сильно на игре. И даже не заметил, как пролетела уже большая половина данного матча. 15 килов отрыва у нас так и есть. Но очень тяжелый. Очень тяжелый бой, если честно. Очень тяжелый. Но верим в камбэк. Верим в камбэк. Первая катка интересная. Вторая не менее интересная. Надо сжать овердрайв. И у меня еще один будет овер. Надо сливать, пробовать двух. Желательно трех. Трех, 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 трех. Аптеки нет? Шикарно. Еще и трех. 13 килов разница. 12 килов разница. Ну, вроде как моя команда сейчас дает килы. У нас вот какой-то... Вот этот молодой человек. На 4000 ГС? Оно играет-то как? Так, стройки рочек. Ой-ой-ой, извини, брат. Я не специально. Не специально, братанчик. Но тут, конечно, сольют. Сольют без шансов, к сожалению. У противников. У первого 500 очка. У меня 560. Ну, неплохо идем. Не попасть бы под этого молодого человека. Своим овердрайвом. Криты залетают по бомбочке. Диктатор раздает овер. Видите, сколько наносит теперь сводка? Ну, или не сводка, а шарик. Тесла. 200 урона наносит. А раньше там залетала. Такая плюшка сочная. Еще и плюс. Статус эффект какой-то давала. Так, овердрайв на центре. Блин. Зря стрельнул. Можно было забайтить. Он не хотел подбирать этот овер. Не хотел он. Походу, у него процент хороший был. Хотел подсейвить его. Так, хоряфриз какой-то у меня наваливает. 7000 ГС. Старается накидывать. Молодчики, пацаны. Молодчики, молодчики. Стараются. Но, к сожалению, отрыв 16. Увердрайв у меня еще один будет. Это будет ластовый мой овердрайв. Ну, давайте попробуем сделать как можно меньше уже отрыва. Шансов на победу крайне-крайне мало. Отрыв мы не сокращаем. Тиммейты у нас, к сожалению, не поменялись. Попробуем сейчас дать где-нибудь пару-тройку хороших выстрелов. Раз. Два. Три. Четвертый не успел. Трех слил. Четвертого попробую забрать. Четвертого забрал. Пробуем еще вот этих молодых накрыть. Но не накрываем. 14. 14 отрыва. Минута 40. Еще один овердрайв может ли быть у меня? Я, честно, не знаю. Теории, наверное, может быть. Теории, наверное, может быть. Минута 20. Ну, блин, к сожалению, конечно, не вытянули карту. Грустно. Тоскливо. Обидно. Но порой не все зависит только от меня. 15 килов. Как держалось, так и держится у нас. Засрочки нету. Килл дополнительный есть. Ну, и слить я не смог. Кстати, насчет нерфа всех ЭМИ-устройств. Я думаю, что главный фактор того, что произошел нерф, это то, что теперь ни аптечку, ни мину не КДшит ЭМИ. То есть, если, например, он сбивает вам расходку, то у вас кулдаун, что мины, что аптеки продолжаются. А раньше у тебя была возможность, грубо говоря, себе еще одну дополнительную аптеку прожать после ЭМИ-эффекта. Поэтому и, наверное, захотели занерфить немножко. Так, 14 секунд. До 50 килов, к сожалению, я походу не дотягиваю. Не походу, а точно. 7, о, еще и овердрейв успел накопиться. Найс, найс. Ай, не успел выдать. Ну, нормально, нормально. Почти 50 килов я дал для такого боя. Это хороший результат. УП 1.60. Ну, неплохо. Неплохо для 6 на 6 катки. Для ТДМки. Неплохой результат. Короче, мой вердикт по страйкеру. Страйкер очень, очень сильно занерфилит. Ну, понятное дело, конечно, что я шучу. И чувствуется немного, но он все так же играбелен и хорошо показывает результат. Пишите, что вы думаете по страйкеру. Пишите свое мнение. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписан. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ваненька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok